Зачистившие в Подмосковье шквалистые ветры добавляют работы энергетикам. Впрочем, они к мрачным погодным настроениям готовы и попривыкли. Посадская электросеть – одна из первых в Подмосковье – перешла на изолированные провода. Многокилометровые линии достойно выдерживают проверку на прочность. Сегодня было только одно обращение об отсутствии электричества в частном доме в районе Семхоза. За время пребывания нашей съемочной группы на базе электросети на Московском шоссе неисправность была устранена. Да, были обрывы, но не так интенсивно, как в Москве и по-другому Подмосковью. То есть иногда деревья падают, где-то протирается СИП, где-то есть обрывы, быстро устанавливаем, но не так интенсивно. Более интенсивно у нас было во время ледяного дождя прошлой осенью. В диспетчерскую электросети круглосуточно стекает информация об авариях на линии или отсутствии электричества по невыясненным причинам. Дежурные отправляют бригады разбираться в неполадках. Ежедневно несколько десятков обращений поступает и в клиентский отдел предприятия. Тут уже подход индивидуальный. Сегодня, например, уже с чем вы обращались? Подача документов на новое технологическое присоединение, смена владельца объектов, потому что документы по электричеству также подлежат переоформлению в связи с этим. Ну и, соответственно, показания приборов учета, отключение электричества. Там у нас есть плановое отключение, есть аварийные, постоянные звонки. Вот сегодня звонки были по отключению, потому что погодные условия такие. Одно из приоритетных направлений последних лет в работе энергетиков – тепловизионное обследование. Оно от погоды не зависит. Тепловизорами измеряют температуру нагрева электрооборудования, что позволяет избежать максимально допустимого перегрева. Направление такое уже несколько лет, как в приоритете. Много оборудования за счет проведения тепловизионного контроля удалось сохранить работоспособным, не доводя его до критического состояния. В одном из коридоров предприятия экспозиция, посвященная Дню Победы. Фотовыставки в электросети регулярно обновляются, повышая корпоративно-моральный дух специалистов от энергетики, что особенно важно, как отмечают специалисты психологии, при устоявшейся ненастной погоде и зачастивших ветрах. Евгений Самсонов, Евгений Шевченко, программа «События».